здравствуйте друзья подписчики и гости моего канала сегодня расскажу вам про орхидеи которые попали мне сухими корнями это видео вышло 20 марта 1 об этих орхидеях ссылочку оставлю на них правом верхнем углу экрана если вы уже подписаны на канал не забудьте нажать на колокольчик и вам будут приходить новые видео вышедшие на канале немножко об этих орхидеях подружка отдала орхидеи на реанимацию у них были сухие у всех трех были сухие корни и когда я вам показывала какие сухие корни я на одной из орхидей нашла красного клеща вот это характерные покосы от красного клеща и следующее видео я уже снимала и показывала вам как я обрабатываю орхидеи от этого клеща обрабатывала сразу три орхидеи потому что и у подружки они стояли рядышком и у меня тоже они стояли рядышком сначала хочу вам показать что произошло с орхидеями за эти три недели но видео выходили там 20 и 21 марта а снимала я видео 17 и 18 марта я вам рассказывала как и отравлю этого клеща что я с ним делаю вот сегодня еще и подошло время когда четвертую обработку нужно сделать от клеща но сначала вам покажу какие успехи у них уже есть а потом сделаю четвертую обработку все три орхидеи все время стояли вот в таком небольшом количестве воды смотрим что произошло вот с этой орхидеи так как мне все равно вынимать из этих стаканчиков я сразу вынимаю вам и показываю что с корнями у них смотрите так как они были обработаны максимом но были очень сильно засушены скорее всего максим начал работать на орхидеях раскукленные корешки от сухого корня вот молодой корешок посмотрите вот совершенно был пенек а не корень вот он зелененький раскукленный вот он малыш и орхидея выпустила еще новый корень у нее был вот этот листочек маленький был листочек и сейчас из серединки начинает расти еле заметный следующий лист вон он малюсенький там так как я буду обрабатывать сейчас все орхидеи я не буду назад вставлять его в вазончик и еще этот корень хороший а вот здесь есть немножечко черная гнильца поэтому я ее просто сейчас срежу бессмысленно сейчас корень обрабатывать чем-то потому что сейчас будет обработка химией на этих орхидеях я так и не заметила никаких клещей но обработа обрабатываем на всякий случай потому что они стояли рядом так следующая орхидея на ней тоже не было клеща но что делает эта орхидея во первых она выпустила листик и посмотрите сколько маленьких молоденьких корешков она нарастила за эти три недели но просто красота просто стоят в воде я ничего не добавляла потому что орхидеи в таком состоянии стимулировать или подкармливать чем-то просто нельзя вот здесь тоже наметилась такая пимпочка из которой скорее всего скоро вырастет корень и последняя орхидея которая как раз таки и была заражена этим клещом вот эти покусы с листиков они никуда не исчезнут они так и останутся кстати видео где я обработал обрабатывала первый раз их все фитовермом я оставлю ссылочку в правом верхнем углу экрана там я подробно рассказываю как сделать каждую обработку кому если интересно зайдите посмотрите сейчас мы будем делать четвертую обработку вот эти покусы оставшиеся от клеща орхидея ну вот вы наверное камера не передаст этого но там тоже наметился внутри наметился рост маленького листа как только мы орхидею освобождаем от ну скажем так паразитов посмотрите что делает орхидея во первых она начинает расти во вторых конечно растить корни сколько тоже маленьких маленьких корешков на старых корнях которые были в таком в сухом состоянии но в рабочем вот она но почти каждый вот такая красота почти каждый корешок он раскуклин вот этот сухой сейчас тоже обрежу его он тоже не нужен и на каждом старом корешке посмотрите по два корешка из начала корня тоже она пробудила здесь раскуклила вернее не пробудила раскуклила здесь на старых пеньках корнях тоже начали раскукливаться корешки то есть орхидея пошла растить корни и растить листики и теперь я сделаю четвертую последнюю обработку вот клеща и после этого еще недельку и можно будет их при так при наличии таких корней можно будет сажать я буду разводить на литр воды вода у меня фильтрованная плюс теплая из чайника 29 градусов всю дозировку я вам в видео уже рассказывала поэтому проходите по ссылке вот я раньше ее немножечко оставила в правом верхнем углу экрана проходите по ссылке смотрите какая нужна для для каждого для каждой из четырех обработок какая нужна дозировка фитоверм и клещевит названия разные но составляющая у них химикат который конкретно действует от клещей это аверсектин c это практически одно и то же просто разные названия производителей по 4 миллилитра и я буду эти 8 миллилитров разводить на литр воды вот одна ампула и вот вторая ампула обе ампулы пластиковых поэтому нужно будет их просто обрезать но прежде чем к этому приступить я надену перчатки потому что здесь мне придется прикасаться к растениям и брызгать не держать будет на руки будет попадать химикат поэтому не забудьте себя предохранить вот химии попадающие на руки просто обрезаю ножницами и выливаю воду запах у него очень неприятный желательно это проводить в проветриваемом помещении и все обработки от клещей надо делать до 12 часов дня раствор перемешиваем и он сразу готов к употреблению в смысле к работе я буду проводить это все в тазике чтобы далеко никуда это все не разбрызгивать не разбрызгивалась наливаю раствор такой маленький опрыскивать и и орхидею очень хорошо со всех сторон опрыскиваю листья обязательно нужно попасть прямо сильной струей в эти пазухи потому что клещ очень любит поселиться именно в пазухах листьев если попадает на корни ничего страшного это даже хорошо обязательно хорошо пробрызгать средину то есть точку роста и если на вашей орхидеи остались цветоносы обязательно обработать цветоносы орхидеи ставлю назад в кашпо но уже без воды одинаково абсолютно обрабатываю все орхидеи очень любят клещи молоденькие листики поэтому здесь нужно тоже как бы даже вот с этой струей вымыть все так и третья орхидея так все три обработали после обработки я даю орхидеи вот мокрыми постоять примерно полчаса чтобы они сами высохли и после этого салфеткой туалетной бумагой чем вам удобно протереть все пазухи и обязательно точку роста но через полчаса пусть постоит немножечко вот так прямо точки роста молодые листики всю химию все это всю воду это обязательно убрать потому что если у кого-то низкая температура то вода неважно вода химия точки роста дает гниение поэтому обязательно через полчаса все это убираете ставите опять орхидеи на какой-то карантинный подоконник где они у вас и стояли например эти три недели как у меня они стоят через неделю так как динамика у них с корнями хорошая я надеюсь что я подберу горшки но это зависит от того откроется ли у нас магазин и как только откроются вернее магазины я подберу горшки для посадки и обязательно вам покажу еще раз динамику этих орхидеи и обязательно посадку но и наверное они после того как хорошо примутся поедут жить хозяйки если какие-то остались у вас вопросы пожалуйста задавайте я с удовольствием отри отвечу на ваши вопросы всем здоровья и до новых встреч друзья а